Непопулярная мера мэрии города по оптимизации бюджета нашла отголоски в народе. Жители поселка Варгашор собрались на митинг против закрытия учреждений образования и культуры. Руководитель администрации встретился с населением, чтобы обсудить реформы в социальной сфере Варкуты. Санкционированный митинг или акция протеста собрала в субботний вечер неравнодушных к дальнейшей судьбе Варгашора жителей поселка и представителей администрации Варкуты. Поводом для встречи послужило всё то же постановление администрации от 19 января, которое гласит о реструктуризации и оптимизации учреждений культуры и образования городского округа. Согласно этому постановлению, поселковые школы номер 32 и 38 должны быть ликвидированы путём слияния с гимназией номер 1 и 14 школой. Детский сад Чебурашка расформирован, а Дом детского творчества объединится с гимназией. Активистам Варгашоры стал известен также тот факт, что в дальнейшем реструктуризация может коснуться и социально-культурных центров посёлка. Дом культуры, библиотеки, краеведческий музей и музыкальная школа соединятся под одной крышей Дома детского творчества и обретут новое название – культурный центр. Это предложение не прописано в постановлении, но уже все знают об этом решение администрации. По глубокому убеждению большинства населения посёлка, такой шаг со стороны властей имеет коррупционную подоплёку. Так сейчас часто практикуется признать здания аварийными, после этого следует процесс продажи по низкой себестоимости предпринимателя. Хотим обратить на это внимание варгашорских депутатов. Настоятельно требуем, чтобы было подано соответствующее обращение в прокуратуру города о расследовании данного вопроса. Позиция жителей посёлка категорическая против закрытия ДК. Руководитель администрации в свою очередь заявил, что решения о реструктуризации на данный момент не приняты. Ни по одному из перечисленных объектов. На данный момент ни один объект закрываться не будет. Что касается, и поэтому нужно говорить с людьми. Если такое решение будет приниматься, в прошлом году ко мне приезжали люди из посёлка Варгашор, детский сад Игрушка, садник закрывают. Поехал, встретился с этими людьми, никакого закрытия нет. Буквально в эту среду проходил личный приём, пришли теперь уже женщины по детскому садику Чебурашка. Евгений Александрович, закрывают детский садик Чебурашка. С чего? Я ещё раз говорю, что моя позиция однозначная, то, что я сказал в Докупименову, встречайтесь с людьми, разговаривайте, общайтесь. Если у нас будет такое решение, оно может быть только тогда принято мной, потому что я понимаю, что решение принимает один человек в этом городе, и несёт ответственность за него тоже один. Это шумеет. Прежде чем такие решения будут приняты, соответственно, это диалог с депутатами, с этого населённого пункта, с общественностью встречи. Именно если это школа, соответственно, это родители, это учителя. И только после этого, если, соответственно, мы находим понимание, только после этого уходим на какие-то решения. И в то же время существуют проблемы неукомплектованности школ и садов. Загруженность детских садов на данный момент 60%. Что такое для бюджета? Значит, школа, дано понятно. Первая гимназия, 14-я, 32-я, 38-я. Школы загружены у нас на 46,7%. Что такое сегодня для бюджета? Вот такие малокомплектные школы. Мы сегодня обязаны платить заработную плату, которая сегодня гарантирована учителям. Сегодня, соответственно, есть недокомплектованные классы. Это уже вся нагрузка на городской бюджет. Сегодня учителя бегают по школам для того, чтобы выработать те часы, которые сегодня существуют у них в стандартах, для того, чтобы получить ту заработную плату, которую они хотят зарабатывать. Минимальная самая загрузка у нас сегодня идёт именно по 38-й школе, и она действительно катастрофическая, порядка 36%. Вот здесь, конечно же, мне важно ваше мнение. Значит, сегодня мы должны просто для себя принять решение, да, либо мы вынуждены будем идти на сокращение штатов, я имею в виду учтей, либо мы должны будем, ну, обрезаться, почему я имею в виду, сегодня содержание до школы, но оно фактически реально не перспективно. Итогом предлагаемой реорганизации станет то, что в одной части Варгашора будет две школы, а в другой – не одной. А дети вместо положенных 300 метров будут преодолевать намного большее расстояние. А в суровых климатических условиях это просто недопустимо. Хотелось бы напомнить, что мы живём в первой климатической зоне, где доступ детей к школе должен быть в радиусе 300 метров до старших 400 метров. Если разговор идёт об экономии средств, то на организацию транспортировки детей средств будет потрачено намного больше в связи с жёсткими условиями закона. В 32-й школе у нас 273 ребёнка, в 38-й школе 277 детей у нас. В частности, для детей количество автобусов нужно закупить, это более 500 человек, сами понимаете, да, и обслуживать. Это очень дорогое удовольствие. Я хочу очень поблагодарить присутствующих здесь за то, что отношение к школе, к судьбе школы, отношение к образованию, отношение к детям очень неравнодушное. Я вас искренне за это благодарю. Но поверьте мне, я учитель тоже с 25-летним стажем. Я директор со стажем 18 лет. И поверьте мне, любое учреждение, о котором сегодня идёт речь, оно мне очень дорого. Вот как на руки говорят, пять пальцев, тронь один, любой парень. Ведь вы все помните, что школы Варгашура работали в две смены, да? Было по 700, по 800 деток. На сегодняшний день Евгений Александрович вам проговорил, а я вам просто проговорю, 2690 – это сегодня школы, мощная школа. Сколько они могут посадить детей в одну смену? А сегодня детей в посёлке 1260. Сегодня для того, чтобы школа была современной, чтобы родители не тратили деньги на учебники, на оборудование, сегодня школа должна быть многочисленной. Также в ходе встречи были затронуты проблемы коммунальной сферы Варгашура. Нерасчищенные дворы и тротуары, переполненные мусорные контейнеры, бесконечные стаи собак, авария на теплотрассе и снежный городок, лица главных героев которого выражали всю боль и тревогу за будущее посёлка. Ольга Чебнёва, Павел Корнев, ТВ Головы, Ркута.